Здравствуйте! В эфире парламентская программа «Законодатели» и я, ее ведущая, Ольга Панова. Мы выходим в эфир накануне первой значимой даты в истории Государственного Совета Чувашской Республики 5-го созыва. 4 декабря состоялись выборы в законодательный орган, а 15-го числа – первая сессия. Именно на ней были сформированы главные рабочие органы парламента, избран председатель, его заместители и руководители комитетов. Анатолий Пантелеймонович, вот и прошел первый парламентский год, ровно год со дня первой сессии Государственного Совета. Самое время для того, чтобы подводить итоги, делать какие-то выводы и, конечно, строить план на будущее. Каким получился этот год для комитета, который вы возглавляете, ну и, конечно, лично для вас? Да, были события серьезные, прошли мы выборы, сформировали комитеты, президиум. Ну, в целом я скажу, что наш комитет, касаясь комитета, надо сказать, состоялся комитет и устоялся. Главный показатель работы комитета – это принятие бюджета. Мы бюджет приняли, долго работали над этим бюджетом, это чем трех месяцев. Я думаю, что получился хороший такой сбалансированный бюджет Чувальской республики. И прошло неплохо само обсуждение, в более демократичной форме, как бы создал я ситуацию, чтобы все высказались, когда проходили публичное слушание. Ну, в итоге, я скажу, в более мягкой форме на сессии был принят бюджет, потому что очень долго обсуждали. Это работа комитета именно в этом сказывается, отразилась в итоге на сессии госсовета при принятии бюджета. Дайте оценку команде, которая подобралась, и всегда ли удается в процессе работы находить такое качественное взаимное согласие? Ну, команда сложилась солидная, элита в целом всей нашей республики, представитель всех отраслей экономики, бизнеса. К сожалению, таких, как я, там мало кто имел отношение к власти, имел отношение к муниципалитету. Ну, в любом случае, люди понимающие, прошедшие серьезный путь, и сказываются в работе, значит, сессии госсовета при принятии законов разных, и согласовано, очень много согласованных действий, надо сказать, что коллектив в целом, госсовет, работоспособный. Анатолий Пенселимонович, портрет идеального депутата нарисуете, какой он? Ну, я считаю, независимо от пола, для меня идеал депутат, он должен быть всегда в людях массах, он должен общаться со своими избирателями, он должен знать каждый день нужды, проблемы своих избирателей, не отрываться от них, жить вместе с ними, и всегда крикаться на любые просьбы, вот это, я считаю, идеальный депутат. В государственный совет вы пришли немного из другой сферы, из исполнительной власти в законодательную, много лет возглавляли Чебоксарский район, не сложно ли было осваивать новую сферу политическому новичку? Ну, не совсем, я считаю, уместно называть меня парламентским новичком. Я, во-первых, 17 лет проработал в муниципальных разных уровнях власти, это начиная с главы сельского поселения. Мы имели отношение к законам, принимали определенные законы на уровне даже поселений, я скажу, до законного самовложения, это наш продукт, это продукт поселения. Работая в муниципальном районе, непосредственно, всегда с депутатами, каждый день при том, все 9 лет, не отходя, мы работали, имея определенные навыки, практику, практику. Правда, как вы сказали, я был по той стороне баррикады, всегда, но мы находили понимание, не было разногласий, можете поднять архив, посмотреть, по Чебоксарскому району, мы работали как одна, единая команда, и не было разногласий. Было полное понимание, было полное понимание, потому что работали прозрачно очень, все видели, что на виду, что творится, и что мы говорим, это все совпадает. Поэтому было полное доверие. Да, в начале, когда начинали работать, были небольшие шатания, а в итоге, через полгода, через год, все находили, как бы, входили в одно русло и шли в одном направлении по течению. Если надо будет по первых течениях, то мы шли по первых течениях. Пятерка важнейших законопроектов 2012 года, по версии Анатолия Князева. Ну, любой закон, он имеет две стороны. В любом случае, останутся какие-то недовольные, любым законам. Поэтому сказать, что блеск, все то, что мы творили, это все было, как бы, на таком уровне. Ну, взять, хотя бы, вот первый закон, который мы принимали, он такой был, связан со структурой Госсовета, с освобоженными депутатами. И я скажу, что первый блин оказался большим клином. Большим клином. И били мы такой клин. Потом долго друг друга притирались другими фракциями. Ну, наконец-то, вот сейчас более-менее у нас наладились отношения. Это закон, значит, который гласил, значит, определение освобоженных депутатов в качестве кого-то, в качестве руководителя фракции или же в качестве заместительных комитетов. И в связи с тем, что было несогласие со стороны других фракций, вплоть до выхода на митинг. Мы вот получили так, в таком виде, родили мы этот закон. Ну, второй закон такой, хотел бы я отметить, конечно, закон о митингах. Ну, навязали сверху, надо об этом сказать, закон федеральный. Мы привели в соответствие с федеральным законом. Ну, был определенный лифт при принятии этого закона. Ну, слава Богу, я скажу, почему плавно мы приняли этот закон. Потому что была создана рабочая группа, представители всех фракций приняли участие при разработке данного закона. И были, значит, определенные согласованные предложения со стороны оппозиции, со стороны нашей «Единой России». В итоге, вот, родили закон, более-менее такой он приемлемый для всех фракций, я скажу. Будет скоро принято постановление Кабмина, которым будет определено места проведения этих митингов. Я был в работе группе по данной тематике. И скажу, что никто не останется ущемленным. В городах 5-6 месяцев минимум будет определено. Даже в районных центрах будет ни одно место для того, что проводить митинги, одно-два места с учетом количества населения. Даже спустились на уровень сельских поселений, будут определяться места для митингов. Поэтому, я думаю, что никто ни в чем там учимляться не будет. Вот другой такой громкий нашумевший закон – это УЕК, так называемая универсальная электронная карта. Конечно, то ли мы все поняли до конца, то ли народ был не готов, не созрел. Мы, когда навязываем очень сильно сверху, конечно, народ шугается, пугается немножко. Надо было провести большую, разъяснить работу до этого. И я до сих пор остаюсь сторонником того, чтобы это было необязанно. Не обязательно. Ну, надо принять закон. Мы приняли закон, но это должно быть добровольно. Все на добровольной основе. Пусть люди сначала привыкнут к этому, пусть кто хочет получить эту карту, пусть люди посмотрят на него, как он живет, какие там плюсы-минусы будут для него. Пусть убедится человек сам, потом добровольно, я думаю, что потом в итоге никто не откажется. Это будут единицы, кто будет отказываться. Другой закон, который хотел бы я отметить, тоже такой громко оказался, шумным оказался закон, остался так и непринятым. Это единицы войны. Никто не был против, даже вот наша партия и Россия не была против принятия этого закона. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что невозможно это сделать в одном регионе. Надо принять федеральный закон. Надо, чтобы Госдума приняла побыстрее этот закон. Закон, да, люди в них нуждаются, власть в нем нуждается. Но он не должен быть именно точно в регионах. В зависимости, кто как себя, как может себе позволить регион. Для того, чтобы принять этот закон на один регионах, надо иметь особый статус. Или быть в оккупации во время войны, или еще что-то. А мы в центре России, у нас не было оккупации. Поэтому ждем все же, чтобы примется федеральный закон. Мы тоже будем иницировать данный закон на уровне федерации. И уже депутаты Госдумы об этом поговорят. Я думаю, что этот закон примется обязательно. И самый последний закон, который приняли мы в этом году, это закон о бюджете на 2013-2014-2015 годы. Самый любимый закон для нашего комитета. Как принимался бюджет 2013-2014 годы? Какие сложности, возможно, сопровождали этот процесс? Очень много мероприятий проявились, чтобы подвести к сессии данный закон. И вот такой формы принять этот закон. Были и публичные слушания. До этого было обсуждение в министерствах. Три месяца, как начали принимать данный закон, прошло с той поры. Публичные слушания. Вы сами тоже принимали участие. Это 357 человек было приглашенных лиц. Это и муниципалитеты, это депутаты разного уровня. Это общественная организация. И была польза. Была польза от нашего обсуждения. Ряд моментов зафиксировали мы. Там по инвалидам, по обществу слепых. И еще два момента, которые вошли в наш закон и были дополнены именно во втором чтении. Анатолий Пантелеймонович, год прошел, но, тем не менее, созыв только начался. Еще четыре года предстоит парламентариям работать. Какого закона сегодня, на ваш взгляд, не хватает республики? Над чем работаете сейчас? Над какими законодательными инициативами? Наверняка есть какие-то задумки. Да, у меня давно в голове мысль. Есть одна очень серьезная тема. Это тема местного самоуправления. К сожалению, в 2004 году, принимая этот закон, много упустили, очень много упустили. Я был тоже в работе группы, я высказывался, я был противник принятия этого закона в таком виде. Процессы работы, почти 60% статей поменялось этого закона. Это разве нормально? Такой поспешной форме мы приняли, даже люди не успели очухаться. А муниципальное образование – это начало государства. Из таких муниципальных образований по сиренецкому уровню состоит Россия на сегодня. И я считаю, этот уровень до конца у нас не способен работать. Мы дали им пистолеты, но патронов не дали, к сожалению. Какой голова не имеет? Автомашина, кадров, юристов, в конце концов. Он не может выполнять все задачи, которые ставит народ перед ним или по закону, что ему должно быть положено. Скажу другое. Вот изучая другие западные страны, и я помню, мы в Германии тоже встречались с разного рода чиновниками. У них система какая? Вот районный уровень они называют нахлебниками. Они содержатся за счет отчисления поселинского уровня. Они их содержат, отчисляя свои деньги. Основа, на что делает государство, именно муниципальный уровень поселинского уровня. И другая форма помощи слабых муниципальных образований – есть вертикальное субсидирование, это сверху федерация дает, у них там земли, правда, называют, федеральными землями, и горизонтальное субсидирование. Более богатая земля делится менее богатой землей. Напрямую, напрямую, минуя федеральный центр, минуя районный центр. Поэтому мы должны усилить муниципалитеты поселинского уровня. Очень много у них полномочий, но финансов мы до конца не подкрепили. И в этой части предстоит огромная работа. Если мы хотим Россию возродить, мы должны начинать с этого уровня, а не сверху. Помимо законодательной функции, каждый парламентарий исполняет еще свои представительные функции. То есть, соответственно, встречается с избирателями, ведет депутатские приемы. С какими бедами, с какими проблемами люди приходят чаще всего? И как часто удается в этих проблемах помочь? Все-таки в руках законодателей несколько другие инструменты заключены, нежели у представителей исполнительной власти. Скажу одно, что уходя с должности главы района, я перекрестился. Думал, никогда больше не буду сталкиваться с проблемами посрединянными. Проблемами ЖКХ, строительства. Чего только нету посрединянной жене у главы. Этими проблемами, да. Вот придя на эту должность, став депутатом, опять вернулся к этой же теме. Опять одни и те же вопросы. Вот сделали анализ мы, значит, сколько было обращений на Орненка Совета Чувашьей Республики? Где-то 600 с чем-то обращений. За 9 месяцев, помню я. Из них всего 2-3 обращения касаемо законов. Остальные все касаются исполнительной власти. Это ЖКХ, это строительство, это чего только нету. И в этой части, конечно, мы не можем отказаться сказать, вот вы давай идите туда. Приходится нам опять вмешиваться. Видно, что где-то власть не успевает, исполнительная власть. Где-то не дорабатывать, где-то умышленно тормозит. Видимо, какие-то международные отношения. Приходится вмешиваться и поправлять, и помогать на стороне наших избирателей. Ну, каков процент тех жалоб, по которым действительно удается получить положительные решения в итоге? Ну, делали анализ по 6 месяцев, по-моему, был анализ. У нас где-то процентов 15-18. У меня был высший показатель. Я потом тоже немножко уменьшился, ушел вниз. Потому что более глобальные были вопросы. Вопросы такого характера. Прошли все суды и инстанции, да, просят помочь решить проблему. Конечно, не решишь. Все инстанции судов, пройденного, решение судов. Мы не можем менять решение судов. Все, они дошли до маска и судились. Конечно, мы не можем эту проблему решить. Надо законы менять в таком случае. А так, я думаю, что никто обижен не остался, что мы внимания не уделили там. Мы старались, работали, помогали. И получалось где-то. И неплохо. Ты берешься проблему решать. То есть, я обещал человеку помочь, ты должен помогать всячески. Вплоть до подключения там, рост на какие-то отношения. Человек пришел с надеждой на тебя. На тебя смотрят. Конечно, я такой человек. Я вот, святое святых для меня было в районе, когда я работал, были приемные дни. Я никогда никуда не отлучался. Для меня это был святой день. Все знали. Я никуда не уйду. Ни на какие-то совещания. У меня с двух часов там и до поздна. Это два раза в месяц. Я принимал строго по графику. И каждый старался именно попасть ко мне. Потому что знали все, но процентов 80 проблема решится. Процентов 80. Поэтому, я считаю, нельзя нам, депутатам, терять лицо и потерять надежду людей на нас, положившихся, которые нас избирали. Конечно, вот данной ситуации, я скажу, раньше я только одним районом занимался. Приходится вылезать за рамки района и в целом по республике. Очень много таких случаев. Ну, вникаешь и другие муниципалитеты. По своему району проще у меня ориентироваться. По любой проблеме я могу и дать консультации и так далее. А вот по другим, по городам и особенно, конечно, немножко тяжелее. Но, тем не менее, находим понимание, решаем проблемы. В последние месяцы, в последние недели, как на российском, так и, к сожалению, на республиканском уровне, мы очень часто стали слышать о громких должностных нарушениях со стороны чиновников. Это на всех на устах фамилии руководителей некоторых структур, налоговой службы, миграционной службы. Что происходит? Кто виноват в таком безответственном отношении к государственному имуществу? Это что, юридическая, управленческая безграмотность или действительно просто банальное использование должностных своих возможностей в личных интересах? Ну, не берусь судить отдельно, там, по налоговой, там, по службе, которую вы назвали. На целом, я вижу одну картину. Все же мы, видимо, наши государства не дорабатывают в плане подбора кадров нашей власти. Многие люди попадают случайно во власть, неподготовленные, не прошедшие низов, допустим, да, не знают, что такое власть и получив огромную власть, люди теряются. И появляются всякие мысли, всякие мысли, соблазны разные и в итоге попадают на такие вещи. Я не беру уровень республики, даже вот мне стыдно, я скажу, на уровне федерации, вот такие солидные министерства, министры и в таком шумном скандале неприятно мне, неприятно мне теперь к людям выходить, избирателям, тяжелее стало общаться с ними, после этого, я скажу. Больше надо заниматься подбором кадров. Я думаю, что в России очень много людей нормальных, талантливых, способных работать, они почему-то остаются именно вне власти, вне политики, многие за бортом, занимаются другими делами. Вот надо нам искать людей, нормальных людей и воспитывать. Не сразу давать большую власть, а с малого надо начинать. человек, если не выдержал на нижнем уровне, то надо поднимать человека. Если он там не выдержал, он уже там должен сдаться, сказать, это не мое. А когда человек не видел этой ступени, дошел сразу наверх, конечно, человек теряется, как с министром обороны, скажем. Простой бизнесмен получил такую огромную власть и огромную ответственность защищать страну. И чем же все-таки могут помочь законодатели? Ужесточать? Карать? Я думаю, что законы надо ужесточать. Вот по таким громким делам надо, публично надо, показательно надо, чтобы весь народ знал, вот все, четко понимали. Вот человек попался, он будет сидеть и будет отвечать сполна. А если вот опять будет уходить куда-то в сторону, оправдываться, конечно, какая борьба будет с коррупцией в такой форме. И все-таки напоследок не удержусь я от вопроса о личном. Вот что-то изменилось в жизни с приходом статуса депутата? В спорте, в отдыхе, в каких-то других пристрастиях? Ну, для меня превышенный ритм, он остался. Вот я не могу сбиться с этого ритма. Если я на нас собьюсь, то могу заболеть. Поэтому мне надо этот ритм держать. Ритм, который я приобрел, работая в районе, это 6.30 начинал работу, и заканчивал 7,8,9,10 иногда, иногда полностью, смотря, какая обстановка в районе. После такой закалки, конечно, для меня тут, скажу, немножко попроще, немножко попроще на этом уровне. Но, тем не менее, я всегда скажу, что я на передовом фронте, я всегда окликаюсь на любые просьбы, на любые звонки со стороны своих избирателей, поэтому всегда в форме. по поводу моей спортивной формы, конечно, я стал еще больше заниматься спортом, еще больше желаний у меня, значит, и вижу, пошли результаты, хотя мне уже там за 50, но где-то больше стало получаться, я радуюсь даже сейчас этим успехом. Стиль жизни, друзья не поменял, друзья мне были, они остались, те же самые. Поздно менять в моем возрасте, во-первых, и поздно найти другие друзья, нельзя говорить, старый друг, он лучше двух новых, и не ищу, и они поиски. Другие все знакомые, очень узкий круг, который сформировался у меня в процессе моей жизни, они остались. Где бы я ни был, они будут, я этому верен. Это самое богатство, приобретенное мое, за время моей жизни, я этим горжусь. Не имущество, не деньги, у меня нет денег, нет такого имущества большого, у меня друзья, я рад этому очень сильно. Они все тоже имеют такой же образ жизни, как я, они спорты, совпадаем мы во всем, в характере, в отношениях. Анатолий Пантелеймонович, чего ждете от наступающего 2013 года, и чего бы пожелали народу республики в предстоящем году? Жду все же такого приятного момента, чтобы не было кризиса. Главное мое желание, чтобы не рассчитать заново страну, не рассчитать бюджет, не сокращать бюджетные расходы, только дополнять. Вот для меня главное вот это я считаю, тогда будем жить. Жителям республики я, главное мое желание в согласии, жить в мире. Вот два таких момента, если мы соберемся вот так все в один кулак, мы сделаем многое для республики. Если будем друг с другом все время ругаться, драться, то вот эти пальцы, они разные, пока их не соберешь, силы не будет. Поэтому единственная сила, мы должны объединяться и жить вместе с дружной семьей, двигаться вперед, во благо развития нашей республики. С вами были законодатели. Это был последний в этом году выпуск программы. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. Удачи вам и процветания в предстоящем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова